Здравствуйте! Я сегодня хотел бы поговорить о своих путешествиях в Арктику именно с точки зрения фотографа. Я очень часто провожу аналогию между экспедициями в Арктику и полетами на другие планеты. Ты садишься на судно, это может быть суперкомфортабельное судно, может быть очень простое. Исчезает Архангельск, удаляются краны экономии, в иллюминаторе только волны и пустота. И ты судорожно начинаешь вспоминать, все ли ты взял, все что нужно или забыл чего-нибудь. А список у тебя большой, флешек 10 штук, батареек 10 штук, штатива 2, фотоаппарата 2, переходники, шнуры, вся эта мелочь она россыпью. Потом вещи, штаны, наколенники, перчатки, очки, прочее, прочее, прочее. Обычно когда готовишься, исписываешь лист 104 формата мелким почерком, ведь это все нужно, потому что в Арктике нет магазина и с Ебэя, там, Алиэкспресса туда посылки тоже не доставляют. Потом начинаешь смотреть фильмы. День смотришь, второй смотришь, третий смотришь, от ноутбука начинает тошнить. Потом садишься, читаешь книги, которые копил целый год. С книгами еще дня два можно продержаться, и вот теперь Арктика уже совсем рядом. Становится видно китов, значит, плавники. Рядом проплывает морж, появляются первые льдинки. Я напомню, что на календаре середина июля льдинки. И вот на горизонте появляется она, земля Франца Иосифа. Величественные шапки ледников, вековые скалы, которые, кажется, не изменились со времен мамонтов. Ты пялишься в бинокль, чтобы первым крикнуть «Медведь!». А уже чуть-чуть свысока смотришь на тех, кто приехал сюда первый раз и фотографирует каждый проплывающий айсберг. Но в глубине души ты хочешь сам стереть себе память и увидеть Арктику с чистого листа, потому что пару лет ты также смотрел с борта судна, и все для тебя было в новинку. Для фотографа в Арктике главное поставить перед собой четкий план съемок, потому что от обилия возможностей можно растеряться, сюжетов слишком много. Но терять голову от таких вот волшебных кадров нельзя, потому что ее можно потерять, к сожалению, в прямом смысле этого слова. Ведь первый пункт памятки о безопасности начинается со слов «Если белого медведя не видно, это совсем не значит, что его нет рядом. Тебе нужны глаза на затылке, нужен напарник, который будет прикрывать тебе спину, пока ты сам будешь валяться на животе в поиске интересных ракурсов». Давайте вернемся к другим планетам. Арктическая тундра – это марсианские, лунные и прочие неземные пейзажи. Здесь ледяные просторы сочетаются с забучими песками, с яркими коврами мхов или шайников, а острые скалы вырастают из берегов и уходят в море. Облака могут часами клубиться на одном месте или вырастать круглыми линзами друг над другом. Туман, спускающийся по склонам гор, кажется живым и достоин лучших описаний, чем моих, в романах Стивена Кинга. Каждый день хочется фотографировать, и каждый день ты ждешь лучший кадр своей жизни. Прибегает песец, прилетает какая-то новая интересная птица, а полярный маг припорошен снегом – это волшебно. С помощью объектива ты находишь какого-нибудь несчастного комара, который пытается выжить в этом климате, щелкаешь пару снежинок – это же самые арктические снежинки, а не с земли Франции Иосифа. Но все меняется, когда приходит медведь или медведь со свыводком «медвежат». Батарейки у тебя заряжены, карты памяти отформатированы. Все, вперед, тебе уже мерещатся победы на фотоконкурсах. Три-четыре недели жизни на скрипучей кровати под храп товарищей пролетают незаметно. Ты с грустью прячешь в сумку, изрядно потяжелевший от файлов жесткий диск. Да, следующие 9-10 месяцев ты будешь копить деньги на новый объектив, на новый фотоаппарат, думать, как снять эти сюжеты еще интереснее и стараться не показывать, как дико ты скучаешь по Арктике. Спасибо, надеюсь, вам было интересно. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok